Сегодня патриарх московский в Сеяруси Кирилл посетил подворье Пюхтицкого Свято-Успенского женского монастыря в Коголыме. Это единственный монастырь в Югре, он имеет статус ставропегиального. Это означает, что подворье подчиняется не епархии, а непосредственно патриарху. Монастырь действует 15 лет, закладной крест при его создании осветил Алексей II. В Свято-Успенском храме монастырского подворья предстоятель Русской Православной Церкви отслужил молебен и благословил сестер монастыря, учащихся в воскресной школы и многочисленных прихожан Коголыма. Настоятельница монастырского подворья поблагодарила патриарха за посещение обители и подарила икону Пресвятой Богородицы Скоропослушница. В свою очередь глава Русской Православной Церкви вручил монахине Ксении образ Божьей Матери, доставленной со святой горы Афон, а всем верующим небольшие иконки с пасами рукотворного. Сразу после посещения монастырского подворья патриарх московский в Сеяруси Кирилл вылетел в Сургут, где вечером возглавит службу всенощного бдения во втором кафедральном соборе Хантамансийской ефархии в Преображенском. Это первый визит главы Русской Православной Церкви в историю Сургута. Завтра в праздник Рождества Пресвятой Богородицы патриарха светит в Сургуте храм Георгия Победоносца. Но в области своей я начал трудовую деятельность, работая в Белорусской экспедиции. И хорошо знаю, по крайней мере, что такое биллокоразмеры. Знаю, как не просто проходить каждый день десятки километров, в том числе по баллонам, по лесам, под дождем или под снегом. Это требует огромного усилия. А учитывая, что Русский Север – это курсуровый грань, это первое отрывательство связано с огромными физическими и духовными напряжениями. И поэтому появление Святой Обители является совершенно статомерным.